Белоруссия и Россия Но на качество общения и суммы контрактов это никак не повлияло. Партнерские отношения на высоком уровне. Это и растущие товарообороты, совместное производство и не менее масштабные планы. В какое русло направится научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации? Ответ у наших корреспондентов. Восьмой форум регионов Белоруссии и России, как и год назад, проходит онлайн. Формат привычный во времена пандемии. Хотя власти Московской области до последнего готовились принять партнеров лично. Однако всплеск заболеваемости коронавирусом в регионе как раз накануне форума этим планом помешал. И с учетом опыта переговоров на дистанции рисковать решили без смысла. Форум регионов стартовал два дня назад. Сегодняшние переговоры, а официально пленарное заседание, по сути, подведение итогов и одновременно выстраивание будущих приоритетов. Для этого неизменно участие президентов двух стран. Александр Лукашенко выходит на связь из Дворца независимости, Владимир Путин из Кремля. Сегодня, кстати, тот редкий случай, когда российский президент появился в кадре раньше белорусского. Впрочем, выяснится, что оба они уже успели пообщаться. Мы только что с Владимиром Владимировичем разговаривали по телефону и актуализировали некоторые отдельные вопросы нашего форума. Пресс-службы после этого телефонного разговора сообщили. Лукашенко и Путин обсудили реализацию сочинских договоренностей. В частности, полное восстановление транспортного сообщения между странами, а также военно-техническое сотрудничество и безопасность. При этом некоторые тезисы президенты вынесли за рамки общения ТТТ. Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Владимир Владимирович, спасибо за то, что вы еще раз публично уже поддержали в непростой период Беларусь и белорусов, особенно на фоне тех попыток дестабилизировать ситуацию в Беларуси и уже с точки зрения экономики. Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем, как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции, мы используем этот момент для того, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики. В отношениях Минска и Москвы многое переплетено, поэтому обсуждая сегодня региональное взаимодействие, так или иначе, участники встречи затрагивают форматы более широкие. Форум регионов для Беларуси и России – площадка знаковая. Конечно, на пути создания союзного государства, как наиболее тесной интеграции на всем евразийском пространстве, многие решения принимают именно Минск и Москва. Например, это согласование тех самых дорожных карт. Но двигаться по ним предстоит как раз регионам, и это понимание было всегда. Здесь, во Дворце Независимости, каждый год принимают по меньшей мере 10 российских делегаций во главе с губернаторами. Главы белорусских регионов также регулярно посещают Россию от Смоленска до Сахалина. И плоды этой многолетней работы можно выразить в цифрах. Россия – основной торговый партнер нашей страны. Показатели взаимной торговли вплоть до пандемийного 2020-го стабильно росли. К слову, прошлогоднее снижение произошло исключительно за счет сокращения импорта из России. При этом вклад в форумы регионов значительный. За семь лет подписано более 370 соглашений о сотрудничестве и контрактов почти на 3 миллиарда долларов. Ожидается, что восьмой форум прибавит к ним примерно 800 миллионов. Главное доказательство успешности форума регионов – десятки совместных проектов на пространстве от Бреста до Сахалина. Да, пандемия наложила ограничения, но это по-прежнему площадка, где бизнес и власть встречаются, решают проблемы, партнеры заключают контракты, а главное доказывают не словом, а делом – заинтересованность в результате. Ведь и глобальные проекты рождаются идеей, как было, скажем, с первой белорусской АЭС. Сегодня это флагман и не без продолжения. Мы также с президентом России договорились, что при необходимости, а такая необходимость уже есть, мы готовы будем совместно с россиянами осуществить такие проекты. Россия немало энергоблоков строит в мире, и еще запланировано их десяток. Мы готовы участвовать в этой стройке. В последнее время вечным спутником президентских встреч стала вакцинация. Тема номер один в мировой повестке. Но для сравнения, в объединенной Европе страны то и дело критикуют друг друга за доступ к вакцине. Беларусь и Россия напротив. Мы успешно сегодня работаем, производя в месяц более полумиллиона доз. Это предостаточно для того, чтобы вакцинировать население Беларуси. И при необходимости мы уже в обратном направлении будем способны передавать развитую вакцину для того, чтобы Российская Федерация могла использовать ее так, как мы когда-то и договаривались. Это частный, но показательный пример того, что проще все-таки вместе. К тому же политика Запада в последнее время и выбора союзникам не оставляет. Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он бы, может быть, и не понадобился, этот прессинг, сейчас, если бы они выиграли тот близкрих, который они начали в августе прошлого года. Что-то пошло не так или у них это что-то другое, как они умеют говорить. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы в наших государствах. Запад нацелен на сдерживание развития, срыв интеграционных проектов и смену курса белорусского государства. И не только белорусского. Ключевая задача сегодня, как ее обозначил наш президент, повышение глобальной конкурентоспособности стран-партнеров. Это следует учесть и при подготовке новой стратегии интеграции союзного государства. Глобальный план до 2030-го примут в течение года. И ведь площадки вроде форума регионов помогают в этом. Каждый год здесь разные главные темы. Начинали с упора на АПК, затем промышленность, согласование социально-экономической политики. Топ-тема восьмого форума – научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой. И мы реанимируем эти предприятия. Но невозможно без этих предприятий никакие высокотехнологичные сегодня продукты. Ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы. В настоящее время по линии правительств России и Беларуси прорабатываются вопросы использования единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита грузов. Все это придаст импульс развития частного предпринимательства в обеих странах на недискриминационной равной основе. Понятно, что делиться технологиями с Беларусью и Россией те же Европы или США не станут. Это сегодня не просто напоминает гонку вооружений. Это она и есть. Вспомните хотя бы недавние переговоры Путина и Байдена. Слово «кибербезопасность» в пресс-конференциях президентов звучало даже чаще, чем Украина. У нас сегодня уже нет проблем, как мне руководитель Академии наук Беларуси докладывает, с айтишниками. У нас огромный пласт этих айтишников создан в производстве и в Академии науки. Они не просто программное обеспечение разрабатывают, они уже создают конечные продукты. Как я говорю, железо. В железо это превращают. В отличие от парка высоких технологий, где создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Вот нам надо переходить на конечные продукты и в нашем союзном государстве. От совместной работы в космосе до молодежной политики. Президенты обозначили многие приоритеты, но все же главный из них для Беларуси – независимость. Это хорошо известно и российскому коллеге. Наш форум проходит накануне Дня независимости Республики Беларусь. В пользу случаем хотел бы от души поздравить наших белорусских коллег, друзей, весь братский белорусский народ с предстоящим главным государственным праздником. Разговоры о празднике, пусть и таком значимом, работы не отменяют. Она продолжилась уже без участия президентов. Все же и на региональном уровне предстояло многое обсудить. Только вдумайтесь, каждый российский регион сегодня сотрудничает с нашей страной. И половина белорусских предприятий поставляют продукцию в Россию. Вы ведь понимаете, мы работаем в рамках форума не только в эти три дня, а в течение всего года. Судя по тому темпу товарооборота, который есть у нас в этом году, вот на 34% мы приросли по сравнению к прошлому году. Порядка 50 договоров было подписано о сотрудничестве между правительством нашей страны и правительством Российской Федерации в целом. Результаты есть, но все же участники форума регионов признаются в кулуарах. Личное общение, видеоконференция заменяет лишь отчасти. Поэтому следующий, уже девятый форум, все же хотелось бы провести очно. Площадкой выбрали Гродно. Наталья Стельмах, Никита Поликевич, Сергей Янковский. Наши новости ОНТ. Это тесное взаимодействие совсем не радует Запад. Его политика к интеграционным процессам в СНГ становится все более агрессивной. Такой тезис прозвучал на выездном заседании Совета парламентской ассамблеи о организации договора о коллективной безопасности. В столице Таджикистана работала белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Официальный Душанбе в этом году председательствует в ОДКБ. Обсудили гармонизацию национального законодательства государств, взаимодействие с УБСЕ. Также в центре внимания была и военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации. Подведены итоги работы международных наблюдателей от ОДКБ на выборах в Казахстане и Кыргызстане. Члены Совета приняли заявление о недопустимости иностранного вмешательства в избирательные процессы государств, которые входят в организацию. Иностранцы смогут приехать в Беларусь без визы, чтобы получить заветную прививку от ковид. Такая возможность предоставлена указом, который сегодня подписал президент. Уже с 15 июля прибыть к нам для вакцинации смогут граждане 73 государств на срок до пяти суток. Прививки иностранцам планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Минздравом. Ориентировочная сумма составляет от 130 до 150 белорусских рублей. Это за введение двух компонентов вакцины. Одним из условий – это наличие гражданина в электронной очереди, куда он должен будет записаться. Это информационная система. После чего дается двое суток, чтобы данный гражданин был в базе Государственного пограничного комитета. И после этого человек может приезжать на границу. И при условии действительных документов, отрицательного ПЦР-теста и, соответственно, записи в электронной очереди, ему будет предоставлена возможность приезда в Республику Беларусь для вакцинации. В соответствии с законодательством, дальнейшее пребывание и возможные меры административного воздействия будут определены Государственным пограничным комитетом и Министерством внутренних дел. Установленный порядок вакцинации иностранцев, он включает сборы и обработку заявок, оказание услуги и оформление сертификата, будет применяться в отношении всех зарубежных граждан, в том числе тех, кто имеет право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям. Проблески здравого смысла. Счета санатория «Беларусь» в Литве разблокировали. Видимо, официальный Вильнюс понял, что фактически ущемляет интересы собственных граждан. С декабря без работы осталось почти 400 человек. Они обращались в суд, протестовали, но правительство ставило санкции против Беларуси выше. Сегодня сотрудники здравницы вызваны на работу полностью восстановить деятельность. Они рассчитывают на следующей неделе. Еще одно известие от демократического и независимого Запада. Европейский вещательный союз приостановил членство Белтеля радиокомпании в организации. Наши коллеги хлестко ответили еврочиновникам, обратив внимание на очевидные двойные стандарты. Тенденциозное решение в ЕВС попытались обосновать появлением в эфире редактора экстремистских телеграм-каналов Романа Протасевича. Европейские чиновники решили, что Протасевича якобы подвергли пыткам. Решили безосновательно, что и сам Протасевич не раз опровергал и даже шутил над такими предположениями. Напомним, сейчас он находится не в СИЗО, а под домашним арестом. Не раз западные журналисты критиковали и сам факт интервью, что, однако, не помешало им показать развернутое интервью с норвежским ультраправым террористом Брейвиком, который устроил взрыв в центре Осло и расстрелял больше 200 человек в молодежном лагере. Это ли не цинично? Это еще один яркий пример давления, под которым находится наша страна, отстаивая свой суверенитет. Почему День независимости особенно важен в этом году? Как часто и как долго Беларусь была по-настоящему суверенной. Пришло ли к белорусам понимание того, что независимость нужно заслужить и за нее стоит бороться? Об этом не только сегодня в программе «Марков. Ничего личного». Гость – кандидат исторических наук, декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. Смотрите сразу после вечернего выпуска наших новостей. Нештатная ситуация на белорусско-литовской границе. Наши пограничники применили оружие по беспилотному мотопараплану. Его обнаружили во вторник ночью в районе деревни Субботники Ивьевского района. Во время преследования пограничники неоднократно предупредительно применили осветительные патроны. Выяснилось, что аппаратом управляют дистанционно, а сделан он из подручных средств. Осмотр показал, что с его помощью можно перемещать через границу материальные ценности и грузы. Сейчас погранкомитет выясняет все обстоятельства происшествия. От прогнозирования аварии до подготовки водителей. В Беларуси проходит общественное обсуждение новой проект закона о дорожном движении. Документ уже прошел. Первое чтение в парламенте. Депутаты уверены, возможные поправки значительно уменьшат количество ДТП. Что сделает белорусские дороги безопаснее, расскажет Илья Соболев. Покрытый пылью и на спущенных колесах, этот старый автомобиль давно превратился в ржавую груду металла. Очевидно, дистанции техосмотра не доедет. И подобные ретроэкземпляры нередко встречаются во дворах. Одно дело, когда водители просто бросают машину до лучших времен. И совсем иное, если зная о неисправностях, пытаются на ней ездить. Впрочем, избавиться от автохлама многие предпочли по вполне рациональным причинам, чтобы не платить транспортный налог. Снять транспортное средство с учета можно в любом регистрационном подразделении Республики Беларусь без привязки к месту регистрации. Поэтому даже минскую машину, с учетом того, что Минск, наверное, наиболее загружены, можно и в любых других подразделениях регистрационных Республики Беларусь. А это теперь уже тоже автохлам. Сразу три автомобиля столкнулись на проспекте независимости. Восстановлению не подлежат. Но самое страшное – есть жертвы. Только в прошлом году в ДТП погибло более полутысячи человек. В ГАИ отмечают, с каждым годом количество автомобилей в стране увеличивается. Но принимаемые меры дают результат. Аварий с тяжкими последствиями становится меньше. Показатели Беларуси на среднеевропейском уровне. Но много еще предстоит сделать. Ряд организационных и технических мероприятий и средств, они исчерпали свой потенциал. И дальше необходимо искать новые механизмы и новые инструменты для того, чтобы снижать уровень смертности, уровень травматизма на дорогах. Работая над новым проектом закона о дорожном движении, тщательно подошли к разбору буквально каждой серьезной аварии. Учитывали так называемые сопутствующие факторы. Место ДТП, возраст водителей, время суток, допустимую скорость, марку автомобиля и не только. Исходя из этого, вносили предложение по изменению законодательства. Главная цель – спрогнозировать и предупредить аварию. Например, теперь при проектировке новых микрорайонов предлагается проводить аудит безопасности. Приходит проектировщик, дает схему микрорайона, но инспектор не может увидеть, а как же будут ходить дети, как здесь пожилые люди будут ходить, какие будут заторы, какие планируемые параметры. И существующая нормативная документация не требует этого. Мы хотим вести процедуру аудита, когда сторонний независимый эксперт будет работать именно с вопросами прогнозируемой возможности возникновения ДТП. И это лишь одно из дополнений, которые диктуют само время. Более четкой формулировки требуют и так называемые средства мобильности. Прежде всего речь о гироскутерах и электросамокатах. В законе пропишут, где на них можно ездить и с какой скоростью. Автошколам же предлагают добавить в учебную программу часы на экстремальное вождение, чтобы начинающие водители были готовы к непредвиденным ситуациям на дорогах. В ближайшие месяцы проект закона пройдет обсуждение и доработку. Принять его депутаты планируют уже на осенней сессии парламента. Илья Соболев, Сергей Вяль, Наши новости, ОНТ. Развитие здравоохранения один из приоритетов государства. На фоне борьбы с пандемией в Беларуси продолжается и плановая модернизация медучреждений. В Могилевской областной больнице открылся ангиографический кабинет. Благодаря этому пациенты получат не просто современную диагностику и лечение. Процесс выздоровления займет всего несколько дней. Они растянутся на недели, как это было раньше. Ирина Недобоева подробнее. Тромбы в сосудах ног мешали Владимиру Белкову жить полноценно. Но уже завтра он забудет об изнуряющих болях. Новейшее оборудование ангиографического кабинета в областной клинике открывает абсолютно новые возможности в лечении сосудистых заболеваний. Сегодня мне должны сделать операцию. Врачи обещают, что все пройдет благополучно. И я выздоровлю. В год с подобными проблемами в областную клинику обращается около полутора тысяч пациентов. Многим операции на сосудах буквально спасают жизнь. Раньше хирурги устраняли патологию с помощью полостных операций. Новые технологии буквально творят чудеса. Традиционные, так называемые, открытые хирургические вмешательства требуют довольно длительного послеоперационного периода восстановления. От недели до двух и более недель. В зависимости от вида оперируемой патологии, от вида операций. После эндоваскулярного вмешательства пациент чаще всего уже в день операции, вечером, может уже самостоятельно ходить и передвигаться. И при неосложненном течение послеоперационного периода в некоторых ситуациях может быть выписан на следующий день, либо через день. Сосуды самых отдаленных участков тела человека, даже основание черепа, как на ладони. С помощью этого оборудования врачи могут одновременно проводить диагностику и лечить заболевания сердца, мозга, брюшной полости. Позвоночная артерия, подключичная артерия, почечная артерия. К ним доступ хирургический очень трудный, травматичный, с осложнениями, с трудностями послеоперационного периода и так далее. То есть малоинвазивность решает те задачи, которые были для сосудистых хирургов, нейрохирургов. Они были сопряжены с большим риском осложнения. За год в клинике оперируют 17 тысяч пациентов. Почти 60% с заболеваниями сердца и сосудов. Сейчас, чтобы попасть на сложную операцию, нужно становиться в очередь. Вопрос в площадях. Решение строительства многопрофильного кардиохирургического центра. Предварительное завершение работ – ноябрь. На строительство и закупку оборудования выделено более 50 миллионов рублей. Это средства республиканского и областного бюджетов и помощь спонсоров. Достаточно сказать то, что если сейчас делается до 270 операций на открытом сердце, мы планируем довести количество до 500. Это должно снизить лист ожидания в пределах до 3 месяцев максимум, с полутора лет. Значит, увеличится количество эндоваскулярных вмешательств. Планы на будущее глобальные, начиная от нового центра, заканчивая победой над пандемией. Ради этого призывают не только других вакцинироваться. В клинике уже сделали прививку от COVID-19 свыше 75% медперсонала. Испробовано на себе, а потом проверено. Следят за уровнем антител. Я понимаю, что вы медработник, все знаете о вакцинации, но тем не менее я должна вас предупредить. Возможно, некоторые реакции после вакцинации, но они допустимы, они считаются. Это боль в руке, местная реакция может быть небольшое покраснение и первые сутки повышение температуры. Это считается нормой. Я осознанно пришла к этому, потому что я уже переболела осенью. Относительно не очень-то даже просто переболела. Переболели еще мои близкие. И на сегодняшний момент антител у нас не сохранилось. И я пришла к тому выводу, что мне нужно сделать прививку для того, чтобы защитить себя и своих близких. И надеюсь, что больше мы не столкнемся с этой инфекцией. Хорошая медицина, забота о будущем. В регионе существует пятилетняя программа развития здравоохранения. Благодаря ей в Могилеве уже реконструировали родильный дом и открыли поликлинику. Построили корпус районной больницы в Осиповичах. В планах строительство современного корпуса экстренной хирургии Могилевской городской больницы. Ирина Недобоева, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилевская область. Каким будет потолок надбавок для производителей и поставщиков социально значимых товаров? Кому заключать валютный договор и сообщать об этом регулятору? Эксклюзивное интервью представителя Нацбанка. И какой криптоактив связывает гонщиков Формулы-1 и звезду мировой эстрады? Расскажет Наталья Тарасюк. Ближе к делу. Здравствуйте. Я Наталья Тарасюк. Цены на социально значимые товары под контролем до 23 сентября. Новый дедлайн указан в постановлении Министерства торговли и антивонопольного регулирования. Оно сегодня появилось на правовом портале в новом перечне 17 позиций. Каждой указаны предельные максимальные надбавки импортера, оптовые, торговые. От 15 до 30 процентов в документе определены предельные максимальные оптовые, торговые надбавки на отдельные товары, которые не входят в список значимых. 30 процентов на растворимый кофе, черный байховый чай, соль, маргарин, перловку. Лимит в 15 процентов на детское питание, сухие смеси, каши, кассервы. При этом производители, импортеры цены на питание не могут повысить больше, чем на 4 процента по отношению к концу февраля. Это уже решение комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при совмине. И норма будет действовать еще две недели. Больше заработать могут бюджетники. С этого дня зарплата рассчитывается по-новому. Размер премии увеличился до 20 процентов от оклада. И поощрить работодатель может за счет неиспользованных средств общего фонда оплаты труда. Работники культуры могут рассчитывать на прибавку от 5 до 20 процентов оклада за достижение сложности напряженности труда. Новая компенсирующая выплата у медиков. А вот с 9 июля в силу вступает новое валютное законодательство. Одно из нововведений касается обменных операций. Порядок прописан в инструкции Нацбанка. Речь идет о работе кассы обменных пунктов и взаимоотношениях клиента-операциониста. По новым правилам человек, передавая деньги кассиру, дает согласие на условия операции. Они отображены на табло обменного пункта. И вот если деньги вы уже отдали, а курс резко изменился, то, несмотря на корректировку, сделка пройдет согласно изначальным цифрам. Но основное изменение касается отмены разрешительного порядка при проведении валютных операций, связанных с движением капитала. То есть для предоставления займов нерезидентами свыше 180 дней покупки недвижимости за границей, приобретения ценных бумаг, выпущенных нерезидентами. При этом об операции в некоторых случаях стоит сообщить регулятору, и понадобится валютный договор. А в этом нюансе поговорим с представителем Нацбанка Ириной Гелаш. Скажите, какой договор нужно будет регистрировать на веб-портале? Это зависит от суммы сделки, вида операции, условий соглашения. Зарегистрировать валютный договор необходимо будет при одновременном наличии двух условий. Когда сумма денежных обязательств по валютному договору не установлена, равна либо превышает пороговое значение, для физических лиц это эквивалент двух тысяч базовых величин, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей это эквивалент четырех тысяч базовых величин. Второе условие – это проводимая валютная операция в рамках валютного договора, состоит в перечне операций, подлежащих регистрации, и закреплена в инструкции Национального банка номер 37. Кроме того, зарегистрировать необходимые валютные договоры, которые были заключены до 9 июля 2021 года, по которым в полном объеме не исполнены обязательства, и которые также соответствуют двум требованиям, которые я только вам рассказала. А если сумма денежных обязательств не указана, в этом случае регистрировать на портале? Да, такое имеет место быть. При этом валютный договор также следует зарегистрировать в установленном порядке. При этом следует руководствоваться следующим принципом. Если общая сумма денежных обязательств в валютном договоре не определена, но, например, договор содержит тарифный план, ежемесячную плату по тарифному плану, то такая сумма рассчитывается как совокупность уже проведенных платежей и планируемых к проведению с даты заключения договора по дату окончания сроков действия. Если рассчитанная таким способом сумма не превышает пороговое значение, регистрировать договор не нужно. Но если при проведении очередного платежа данная сумма будет достигать порогового значения, то такой договор подлежит регистрации в установленном порядке. Есть ли крайний срок для регистрации договора? Зарегистрировать валютный договор необходимо резиденту до совершения и исполнения всех обязательств по договору, либо до в течение 7 дней с даты получения денежных средств на его счет, открытой как в белорусском, так и в иностранном банке, смотря какое из этих событий наступает ранее. Например, резидент заключил нешиторговый валютный договор с нерезидентом на поставку товара. Зарегистрировать такой валютный договор резиденту необходимо до проведения платежа в оплату за товар, если условия договора содержат предоплату, либо до получения товара, если по условиям договора оплата происходит по факту поставки товара. Спасибо за комментарий. Формула-1 нашла нового спонсора. Это платежная криптоплатформа, которая выпустит тематические токены, невзаимозаменяемые. Этим они и отличаются от биткоинов, которые не уникальны. И к тому же подешевели до 33 тысяч долларов. А вот самый дорогой токен составил 69 миллионов долларов. Столько стоила картина, которую отцифровали и выставили на аукцион Крестис. На криптосделке гоночная серия, по слухам, заработает всего лишь 100 миллионов долларов. А вот сколько принесет певица, Кати Пэри и сотрудничество с блокчейн-компанией, которая также выпускает собственные токены, неизвестно. Но на цифровой конвертации шоу, которое будет проходить в Лас-Вегасе, то есть на поклонниках спонсор и сама звезда мировой поп-сцены точно не откажутся заработать миллионы. Я, Наталья Тросюк, желаю вам удачи в делах. Спасибо, что смотрите и до встречи. В их продуктовом портфеле теперь всеми любимые конфеты. Фабрика «Слодач» сегодня открыла филиал по производству импортозамещающей продукции в Ивенце. На этом месте и раньше было производство конфет. Закупать новое оборудование не пришлось. Наладили производство всего за пять месяцев. Для «Слодача» конфеты – новый продукт. Поэтому в ассортименте пока только шесть видов. В планах к концу года расширится до 30 позиций. Что до сырья, то больше 95% отечественного. А это чем не гарант качества. За пять лет хотят увеличить объемы в два раза, чтобы в полной мере насытить внутренний рынок белорусским качеством. Мы восстановили и сохранили, и даем вторую жизнь нашим известным еще с советских пор брендам. И барбарискам, и коровке конфеты, и так далее. И продукция уже получила отзывы у потребителей, и достаточно высокие. Все всегда ищут символы в чем-то, да? И все время спрашивают меня про санкции, и так далее. Хотя, конечно, санкции в меньшей степени коснутся аграрного комплекса, пищевого. Все видят символ, что санкции были введены 22 июня. И делают отсылки к аналогии начала Великой Отечественной войны. Ну а наш тогда ответ, вот мы к Дню Независимости, к Дню Освобождения нашей замечательной столицы открываем новые предприятия. Уже сегодня, не глядя на те санкции, не глядя на те давления, которые на Беларусь оказываются, я думаю, экономика и бизнес рассудят, и все равно мы будем работать, как сегодня работаем, и не глядя на все происходящее. Мы открываем предприятия, мы развиваемся, мы реанимируем новые, мы объединяемся, выходим и в целом по концерну, у нас рост и по экспорту, и по внутреннему рынку, поэтому все движется в нужном, в правильном направлении. Сегодня Слудач есть практически во всех торговых точках Беларуси. Новое направление – это не только про объемы, но и про дополнительные рабочие места. К слову, вакансии в Ивенце еще открыты. Сохранить сельское хозяйство – значит сохранить жизнь на селе. Почему этому вопросу в нашей стране такое внимание? Агрогородок Парахонск расположен на юге страны, вдали от крупных городов и магистралей. Самая настоящая полесская глубинка. В начале 90-х такие деревни называли неперспективными. Но вопреки всему, жизнь здесь не останавливается. Источник – крепкое хозяйство. Эффективная экономика дает прибыль, это возможность развиваться, модернизировать фермы, строить жилье, а значит жить. Наша съемочная группа отправилась на Полесье, чтобы все увидеть своими глазами. Просторные помещения, идеальная чистота и дневной свет. Даже внешне эта ферма не похожа на остальные. Комплекс работает год. В нем воплотили собственные наработки лучший мировой опыт содержания животных. 30-ти градусная жара, как сейчас, или сильные морозы в любую погоду в помещении буренки чувствуют себя комфортно. Стойловое оборудование, лёжки для скота, сделанные именно по НРС, которая во всем мире известна. Размеры, всё сделано для коровок, животных, сами видите, все лежат. Микроклимат стоит, то есть он регулируется именно от наружной температуры воздуха. Ставку в хозяйстве сделали на технологии. Всё, что не способен увидеть человек, отследит и подскажет компьютер. Питание, самочувствие, уход. Специальные датчики есть на каждом животном, сканируют и передают информацию в систему. Мы этому вниманию очень много уделяем. Вся информация вносится до последнего движения, где она стояла, куда она перешла. Что ей давали. И вносятся сюда уже лекарства, какие делали, что ветврач делал. У доктора пришёл, человек рассказал ему всё, а это животное не скажет. А вот компьютер даёт возможность натолкнуть, чтобы именно это животное, почему оно в данный момент снизило молоко, или там у неё другие жиры, проблемы с жиром, с белком. За комфорт на этой ферме бурёнки платят молоком. Сутки больше 23 литров с коровы. Но и это не предел. Эффективное животноводство для Парахонского задача стратегическая. На условно небольших угодьях здесь содержат самое большое в стране поголовье скота. Земли достались небогатые. 90% бывшие болота. И всё, что выращивают, травы, соя, рабство, идёт на корма животным. Задача получить как можно больше мяса и молока для хозяйства. Это основные источники прибыли. Всё это производство для повышения уровня благосостояния этого региона. Почему? Потому что среди наших 2,5 тысячи проживает в регионе 500 деток. Ради будущего поколения будет здесь производство, будет и продолжение всего того, что называется жизнь. Сельскохозяйственная страна, как бы там ни было. Будет жить деревня, будут иметь возможность продать сюда и МАЗ, и МТЗ. Будет жить деревня, строителям будет работа. Будем производить молоко и мясо. Всё завязано на истоках. А исток – это деревня. Даже говорят, коровы больше молока дают, когда им играть чистую, красивую музыку. Будет мясо, молоко, будет и достояние жителей Парахонска будет, и будет и музыкальная школа будет. Искусство и хозяйство. Эту важную связь в деревне понимают даже дети. Нужны инструменты, ремонт классов или спортивный инвентарь. Предприятие выступает главным спонсором. Время каникулы в музыкальной школе много детей. Духовой оркестр готовится выступить на День независимости. На репетицию приехали даже выпускники. Многие учатся в столице. Но будущее связывают только с малой родиной. Здесь у тебя много знакомых, много друзей, близкие все. Ну, это своя родная атмосфера. А как в будущем? Есть желание вернуться? Да, по-любому сюда. Как говорится, там, где родился, там и пригодился. По комфорту жизнь в агрогородке мало чем отличается от районных центров. Именно поэтому население Парахонска молодеет и растет. За два года построили по сотне современных коттеджей. Для молодежи здесь ну, все есть. И детский сад, и музыкальная школа, и школа образовательная. Снабжение очень хорошее. Колхоз у нас знаменитый, богатый. Мы очень гордимся. Наоборот, люди приезжают. Это многонациональный наш агрогородок. Даже те, кто в молодости, наверное, уехали, где-то, может, в город, потом многие приезжают. Разве что работа населения каждому подсела в основном связана с землей. Но того, кто именно в ней видит главный смысл, она и одаривает щедро. Такая философия жизни на селе. Ирина Никитина, Кирилл Липовик. Наши новости. Брестская область. Поклон героям-освободителям и горечь о невинных жертвах войны. Работники комитета госконтроля отдали дань уважения тем, кто погиб за мирное будущее и подарил нам свободу. В преддверии Дня независимости возложили цветы к мемориальному комплексу Мусюховщина. Это памятник жертвам Второй мировой войны, погибшим в одном из крупнейших на территории Беларуси концлагерей. День независимости Республики Беларусь, как и 9 мая, считаю самыми главными праздниками страны. И мы должны помнить и чтить память тех, которые обеспечили эту независимость. Все поколения из года в год, из десятилетия в десятилетие должны чтить память наших предков. В начале июля 1941 года фашисты создали Шталаг-352 с единственной целью беспощадного уничтожения людей. В Братской могиле покоится 80 тысяч военнопленных от истощения, болезней и издевательств. После войны жертвам поставили памятник, который позже благоустроили. Сегодня там горит вечный огонь, вымощены аллеи, оформлены могилы и возведена каменная ограда. Традиционный патриотический проект Хор Турецкого и залпы салюта. Один из главных государственных праздников День независимости Беларуси отметят уже в эту субботу. Подготовлена большая афиша. В ней 118 программ районного, городского и республиканского масштабов. Праздновать будут и регионы, и столица. В Минске главные локации и площадки возле Дворца спорта и в Верхнем городе. А возле Стеллы Минск Город-герой голоса белорусов сольются в едином гимне. Эта акция уже не один год объединяет разные поколения, наполняет чувством гордости за свое государство и народ. Около Стеллы Минск Город-герой пройдут мероприятия уже более республиканского масштаба. С 18.00 будет выступление российского коллектива Тахора Турецкого. Ну и в 21.00 пройдет мероприятие «Споем гимн вместе», где примут участие наши как и народные коллективы, так и заслуженные артисты Республики Беларусь. Министерство культуры предполагает хедлайнер, который Российской Федерации, который, думаю, все зрители, которые будут на данной площадке, смогут ознакомиться и увидеть. В местах гуляний развернут мобильные торговые точки. Блюда предложат на разные вкусы, от традиционной белорусской кухни до деликатесов и эко-чипсов. Ну а завершится праздничная программа ярким фейерверком. Залпы раздадутся сразу из шести точек города, парков Победы, Павлова, Чавеса, на площадках у Чижовка-арены и возле национальной библиотеки, а также на набережной водохранилища Дрозды. Продолжение следует...